МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, телерадуя компании «Гомель», у студии и працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Заступница гомельской земли. Все не означается день памяти про подобные манефы. Харчовая безпека, державный заказ по зерневых культурах выконаны большим на 70%. Не поддаваться на провокации. Следующий комитет закликая грамадян быть благоразумными и думать об наступствах своих дейнях. А зараза б гэта меньшим, больш подробязна. Сотни верников пришли сёння у Петропауловский кафедральный собор у «Гомели». Нагода – шановная для прахаджан свята. День памяти про подобные манефы. Узначали у богослужения митрополит Минский и Заславский Павел, патриарши экзарху сяя Беларуси. Марина Джалая с подробязностями. Первый суд, на яке, кажуть прахаджане, шодра про подобные манефы, оздарился еще до приезда митрополита. Подчас традиционной гутерки с верниками нашей здымочной группе пошанцевала познайомиться со своячкой гомельской святой. Галина недавно приехала с замяжи и зараз с великой удячностю и хваливанием пришла у храм с букетом белых руж. Мы все увеличаем ее и упоминаем каждый день и просим за нее каждый день, за всю нашу семью. Поэтому для нас это вдвойне праздник. И то, что она стала святой именно нашего города, и не только города Гомеля, но и всей Беларуси почитаемой. У меня очень много друзей за границей живут. Я сама недавно приехала оттуда. Я всем раздала иконки с нашей матушкой Манефой. И всегда я молюсь за своих друзей, и все за нее прошу. Молиться и о своих друзьях, не только о родных. Усе верники як один кажут, что святая Манефа, ведя их по жити, да помогая, накировая, дурить надею и умоцовывая дух. Чудеса всегда происходят, если крепко веришь, и молишься, и просишь. И всем она помогает. Всем, кто не подходит мне. Человек духовный очень молился за мир, помогал людям в свое время. Тогда и сейчас очень много по молитве Матушки Манефы. Матушка Манефа – это наше место очтимое святая. И многие люди здесь присутствующие, ее знали лично. Это большой для всех нас праздник. Поэтому мы молимся ей, и мы знаем, что она нам очень-очень помогает. Мы это все чувствуем. Мы верим, и вот всегда приходим. Каждый год 11 числа. То есть для вашей семьи это праздник? Да, это праздник. О полове 10-х годины до собора пребывая митрополит Павел. Радостными вокличами его сустракают сотни верников. Молодь, дети, сталые и пожилые люди. Хлопчикам и девчинкам митрополит раздае белое оружие. Верников благословляя и веншуя за огульным для всех православных святом. Днем памяти про подобные манефы. Она ведь не пыталась всех учить, всех преображать или всех изменять. Нет, она сама стала доброй, святой, праведной. И люди к ней тянулись. А люди видели ее, какая она добрая. И сами становились добрее, чище, лучше. Вот путь преображения. Поэтому мне хочется пожелать, чтобы мы, празднуя память, преподобные манефы Гумельской, сами научились становиться лучше. Сами научились преображать свой внутренний мир. Манефа Гумельская, я наш Мария Скопичева, народилась в 1918 году. Увезцы си руки под Гумелем. У девчинки диагностовали церебральный паралич. В 24-е годы она приняла монахский пострых. Своим даром монахиня лечила как душевные, так и физические хворобы. Померла манефа в 1984 году. У жнюне 2007-го была приличная далеку святых. Мошисхи монахини знаходятся у Свято-Петропавловским кафедральным собором. Марина Джалы, Андрей Иванов, теле радует компания «Гумель». Следующий комитет закликает грамадян не поддаваться на провокации организаторов беспорадков. Зараз следшие протягивают расследование криминальных справ по фактах массовых беспорадков и насилия у односи иногда супрацовников органов внутренних справ. Гэта тычется не только Минска, але и инших регионов краины. Правоохойники нагадывают людям быть разважливыми и думать об наступствах своих деньев. За супротивправные учинки обовязково наступит серьезная отказность. Сотрудники Управления Следственного комитета призывают жителей и гостей Гумельской области соблюдать закон. Не поддаваться на провокации организаторов массовых беспорядков. Помните, что уголовная ответственность наступает не только за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, но и за участие в них. Будьте благоразумны. Берегите себя и своих близких. Уже узбуджены широк криминальных справ. Такие правопорушения у приватности супроводжались изнищением майомости и супрацевленням представникам УЛАДы. При оглядах правоохойниками зафиксовано выкрыстание у якости прилад злочинства у контейнеров для смеття, лавок, палок, каменев, отбитка у тротуарной плитки, шкляных бутылек, а так само лёгкоусгоральных ваткостей. Следственными подразделениями УСК по Гомельской области возбужден ряд уголовных дел в отношении граждан, которые 9 и 10 августа находились в районе несанкционированных массовых мероприятий. К примеру, Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего гомельчанина, который 9 августа примерно в 22 часа в сквере Кирилла Туровского распылил газовый баллончик в направлении сотрудников ОМОН и нанёс несколько ударов. Жлобинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя райцентра. 10 августа в пол первого ночи мужчина, находя состояние алкогольного опьянения на улице Первомайской, достал из мусорной урны стеклянную бутылку и бросил ей в инспектора ДПС. Сотруднику милиции были причинены телесные повреждения. Оба указанных правонарушителя были водворены в изоляторе временного содержания. В отношении них возбуждены уголовные дела и сейчас решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. Усяго сбуджена 21 криминальная справа по артыкулах, в которые предуглеживаются отказность за сопротивление милиции, хулиганство, грубое порушение громадского аппарата. До речи, автомобили, которые используются порушальниками для блокирования транспорта, являются приладами злочинства. Такие авто конфискуют, они и станут речевыми доказами. Створение пирожкода, установка баррикад, постов или выкористание других инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы транспорта заборонены. За такие деньги может быть не только администрационная, но и криминальная отказность, которая наступает с 16-ти годового взрослого. Санкции до 3-х годов позбавления воли. Кали блокирование транспорту привело до гибели альбо причинение телесных пошкоджений до 10-ти годов заключения. Не супредстоять милиции и не выходить на площадь, закликала белорусов Светлана Тихановская. Былы кандидату президента записала виды азворот до грамадян Беларуси, о яким попросила людей быть разважливыми и поважать закон. Уважаемые граждане Республики Беларусь, я Светлана Тихановская благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Беларусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать своей жизни опасности. Берегите себя и своих близких. Як поведомили у державным пограничным комитете сегодня экс-кандидату президенты Светлана Тихановская покинула территорию Беларуси и выехала в проспункт пропуску Котловка у 3.30 Раницы. Подаденных я е доверенной особы зараз Тихановская находится у Литве. Манипуляция массами. Кто и навошта примушает на то пускакать под свою дудку? Психология человека и уплыв на подсвядомость при допомозе ментальных приемов. Кто такие продавцы иллюзии и как яны подманывают людей, утягивающие их у протесты? Одразу после завершения выпуска глядите на телеканале Беларусь4 Гомель программу с цикла «Зразумелая политика». У хитросплетениях глобальных сусветных процессов разбирались корреспонденты агентства теленавинов. Ведать, где знаходятся дети отказность батьков. Многие из тех, кто удельничал в массовых беспорадках опошних ден юнаки и девчаты. Переходный взрослый связанный с остановлением особой и осенсованием своего места в жизни с прияльный час, как поддаться с покусей отшуть себе дорослыми и самостоинными. Але такая незалежность может скончиться не вельми добро. Тремать своих детей в поле зроку продактованная сегодняшними реалиями необходность. Такое меркование выказывается зараз многими батьками, его поддерживая и шмодетная семья Донцовых. Павел и Светлана выховывают пятерых детей, четырех дочок и сына. Дякую чайную поддержку некоторых годов отримали квартиру. Зараз участок у Романовича и субсидию на будовництво. Але не глядячи на свою занятость, батька займается санитарно-техничными работами, а мать клопотится об детях. Зауседы знаходят час на суместной прогулке и гутарки по душах. Батьки кажут, что зауседы для своих детей самые верные сябры. И ведают, где у кожный момент часу знаходятся их дети. И раяц всем батькам ставится отказно до выхования своих сынов и дочок. Я со своими детьми всегда стараюсь быть именно другом. Девочкам я своим подруга. Я знаю все мелочи. У меня нет такого, чтобы я не знала где находится ребенок. Или какая-то жизненная ситуация, какой бы она ни была банальной, я это все знаю. И мы дружим, мы разговариваем, мы общаемся, мы с семьей очень много общаемся. Наш папа все знает. Девочки приходят за советом к нему, потому что никогда не упрекаем. Даже если ребенок сделал ошибку, не упрекать, не ругать, объяснить, поговорить и обсудить, как можно было сделать по-другому. Самое главное это неспокойное наше время на сегодняшний день, чтобы дети всегда были рядом. У нас нет в семье такого понятия, чтобы ребенок ушел куда-то в город, уехал сам. Стараемся, если есть какие-то необходимые нужды, мы посещаем вместе, едем в магазин или в парк, дети одни никогда не остаются. Дети знают, что всегда можно попросить вас, и вы не откажете, сопроводить, помочь, выбрать. Стараемся также приучать их к труду. Какой-то промежуток жили в деревне, они у нас приучены трудолюбие, умеют и пополоть, грядки, и с клубникой с растеневодством, они тоже очень хорошо знакомы. Ну и также сейчас настройка идет, тоже приобщаем, они помогают строительстве, и это делают с усердиями, с радостью, ждут, когда они поедут в романовичную настройку. Господарки Гомельщины протягивают продаж с Божжа Нового Раджаю. Подаденных Министерства по сельской господарции и харчаванне, держ заказ по насенне Рапсу, зараз выконаны больше, как на 87%, зерневых культур на 73%. Наши корреспонденты наведали сегодня Новобелецкий комбинат хлебопродуктов и потекавились ходом поставок. После того, как на Новобелецком комбинате хлебопродуктов увели в эксплуатацию додатковые ее местости для заховывания зерня, могутности элеватора повеличились до 48 тысяч тонн. Еще 20 тысяч можно разместить в сушильном комплексе. Машины с зернем проезжают постоянно. Приемка ведется круглосуточно без перепынков. В настоящее время в среднем за сутки поступает 2300-2500 тонн зерна. Основная культура это овес. Овес и овес продовольственный. Где-то ориентировочно тоже 1300-1500 тонн в сутки. Обовязковая умова лабораторная проверка збожжа ясно до того, як яно трапить на территорию комбината. Подчас экспресс-доследования вымираюць выльготнасть, наявность шкодников и узровень радиоцинного забруджування. Для того, как взять пробы и зарабить анализы, необходно, каля 10 хвилин. Привозить неякосное збожжа на предприемстве не рекомендуюсь. У вынику отхиленев от норматива у ягу накируюць назад у господарку. Правда, адрознене админулога года селета адмовных аналізов значна менш. Зерно в этом году нас радует качеством. Шло много пшеницы продовольственной, хорошей клековины с натурным весом высоким. Овсы у нас хорошие в этом году идут. Ну, единственное, что вопрос у нас есть с ячменями, но колхозы подрабатывают и стараются доводить до норм. И спарынья попадается в этом году в ржи. Ну, в допустимых пределах, ну, попадается. Ну, вот так, в принципе, нас радует урожай в этом году. Тым часом господарки региона протягивают жнево. Постаня на сенешнюю ранецу зерневые культуры убраны амаль на 84% площав. Агульный намолот склау 787 тысяч тонн. У Добрушским и Лоевским районах уборка сбожа завершена полностью. Олег Синцеров, Миколай Скинтиян, Андрей Иванов, телерадио и компания Гомель. Российская и украинская худкосные чугунки будут выкрыстовывать обсталявание, вырабленное на Гомельском электротехническом заводе. Первая парта и специальные стрелочные гарнитуры уже отгружены заказчиком. С планами предприемства ознайомились наши корреспонденты. Свою историю Гомельский электротехнический завод отличывая с 1938 года. Кальон был створен на базе еще дореволюционных чугуночных мастернёв. В разные часы тут вырабляли и вагонные электры, и сроки автоматизации процессов перевозки грузов. На момент развалу Советского Союза предприемства было добровядомое усім, хто меудочинение до чугунки. Его продукция корысталася значным попытом. Пришимно-прасаваные совязи на Гомельском электротехническом сдолили захавать и в дальнейшем. Сегодня 45% вырабленного застаётся в Беларуси. Остатние одружаются у Россию, Украину, Узбекистан, Казахстан, Грузию, Армению, Азербайджан и краины Балтии. Сародопошних заказов обсталявания для высокохоткасных чугунок. На предприемстве кажутся, что это вельми выгодные контракты. Завод, в принципе, с работами справляется. Кроме этого, есть ещё простые гарнитуры, не на высокоскоростной, а на обычной железной дороге. И одним из потребителей является Новосибирский стрелочный завод, на который мы в этом году уже отправили три вагона гарнитуры. Это порядка тысячи комплектов. Вот, значит, эти заказы у нас имеются сегодня договора на поставку этой продукции в принципе до конца года. По великим рахунку стрелочная гарнитура, якую вырабляюсь в Гемельшане, это набор обсталявания для перевода РЭК. С уликом высоких потребований до беспеки руху, особенно на высокохоткасных дорогах, контроль заказчиков до якости постоянный и вельми жорсткий. На электротехническом заводе до этого относятся с разумением. Урештегаловная задача для любого предприемства отримания прибытку и повышения добробытого працевников на основе реализации конкурента с долной продукцией. До речи, в минулом месяце середняя зарплата в этом акционерном товаристве склала 1100 рублей. В этом будет еще больше. С 1 августа у нас увеличена заработная плата на 10%. Зарплата у нас выплачивается два раза в месяц, 14-28 числа. Выплачивается она вовремя, задержек у нас нет. Олег Сенчуров, Ольга Кнавалова, Андрей Иванов, телерадо компания «Гомель». У Липени буровики «Беларуснафты» побудовали четыре сведровины. Там працавали специалисты Светлогорского управления буровых работ. Глибиня омалюсих объектов свыше трех километров. Выключение сведровина на Осташковицкой площади. Остатние на Речицкой площади Мармовицким или Тешинским родовищах мают глубиню приблизно от трех километров 120 метров до трех 480. Зараз у Беларуси у распроцовцы знаходзяться больше 60 родовища. За першую поугодзе у Гомельской области здабыто больше 28% другосных материальных ресурсов с коммунальных отходов. Пока шикамальна 2% высшейши за лишбы аналогичного периоду минулого года. Об гэтым поведоми устаршыня Гомельского областного комитета природных ресурсов и оховы новокольного сяродзя Андрей Сушчевич. Перепрацовка коммунальных отходов одно из самых актуальных питаний не только для в области но и для всей краины. Гомельщина активно удельничает в поля обшении экологичного становища. Например, агульная колькасть контейнеров для раздельного сбора сметя в регионе больше 23 тысячи. Для чего же это все делается? С тем, чтобы извлекая максимальное количество вторичных материальных ресурсов, мы тем самым создаем условия с тем, чтобы наши полигоны и те отходы, которые мы закапываем, они уменьшались. Глобальная мета для краины перепрацовка 90% коммунальных отходов. Черговый электронный кермаш вакансий с уделом предприемства в Гомеле отбудется 13-го жюня. Свободные рабочие места пропонуют на 1-й информационной пляс соц е-вакансий с 10-ти до 12-ти годин. Суискальники смогут докладнить дадены по пропонове, что их зацекавило, и передать резюме в специальном чате. На совязи будут представники кадровых служб Гар-электротранспорту, Гомельского завода Литя и Нармаля, завода станочных вузлов, химичного завода, Гомсельмаша и широк других предприемств. В регионе зараз означается попыт на працу квалификованных рабочих. У приватности на вытворчастях есть потреба у зварщиках, машинистах крана, токарах, слесарах и фразеровщиках. Гэтая, а так сама иншая новины. Информацию об проектах телерадиокампании Гомель вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На хэтым выпуск завершен. Усяго вам доброго и до новых сустречу эфиры. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Сегодня ночью в Хойниках совершен наезд на пешехода. Водитель 1994 года рождения двигался по улице Колесникова на автомобиле Ауди. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу мужчина не предоставил преимущества 17-летнему пешеходу и наехал на него. Подросток не был обозначен светоотражающими элементами. Его госпитализировали с травмами. В Светлогорске по переулку Авиационному произошел пожар металлического макета тепловоза. Собственник предприятия Светоч. Огонь повредил кабину и лакокрасочное покрытие тепловоза. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. В Рогачеве по улице Белоусова горели три деревянные хозяйственные постройки. Две из них уничтожены, также повреждены стены и кровля в третьем здании. Сгорели и шесть рулонов соломы. Причина возгорания устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования. В деревне Добры Нельского района произошел пожар нежилого дома. Уничтожена кровля и потолочное перекрытие. Повреждены стены внутри дома. Пострадавших нет. Вероятная причина возникновения пожара удар молнии. За минувшие сутки спасатели ликвидировали один торфяной пожар в Калинковическом районе, одно возгорание травы и кустарника в Рогачевском. Напомню, запрет на посещение лесов действует на территории всей Гомельской области. За нарушение может грозить предупреждение или штраф до 25 базовых величин. В случае уничтожения или повреждения леса нарушителю грозит штраф до 50 базовых. Снова активизировались мошенники. Они звонят белорусам и представляются работниками банков. Они сообщают о неких противоправных действиях и под различными предлогами просят предоставить реквизиты платежных карт. После получения конфиденциальных данных злоумышленники похищают деньги. Мошенники нередко используют программы анонимайзеры. В таком случае номера телефонов определяются, как указанное на сайте банка. Также аферисты могут подменить официальный номер не целиком, а лишь одну его цифру. Для большей правдоподобности в качестве шумового фона во время телефонного разговора используется имитация звуков работающего контакт-центра. В подобных случаях специалисты советуют немедленно завершить разговор и обратиться в контакт-центр вашего банка. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельский футбольный локомотив провел товарищеский матч Сорши. Железнодорожники победили 2-1. Голами в составе гомельского коллектива отметились Андрей Соловей и Евгений Кудаш. Сейчас в первой лиге межкруговая пауза. Возобновится чемпионат в ближайшую субботу. Мотив свой матч проведет в воскресенье в гостях у Светлогорского химика. Минифутбольная команда БЧ провела первый предсезонный спарринг. Соперником железнодорожников стала любительская дружина из Речицы Метрополис. Подопечные Дмитрия Некрашевича одержали победу с отсчетом 6-2. В составе гомельчан по дублю записали в свой актив Гуменюк и Черниенко. По голову забили Андреевский и Жариков. В Молодечную завершилась спартакиада детско-юношеских спортивных школ по пляжному волейболу. Состязались юноши и девушки в возрасте 15 лет и моложе. В командном зачете сборная Гомельской области выступила стабильно. И девушки, и юноши заняли в итоговом протоколе второе место. Победу в обоих категориях праздновали спортсмены из Гродненской области. В личном зачете воспитанников Гомельской из Дюшор-Энергии Ивана Дюбенкова и Никиты Усова бронза. У девушек на пьедестал поднимались жлобенчанки Ольга Абраменко и Вероника Грому, воспитанниц местного отцора, серебряные награды. В эти дни молодечно проходят Олимпийские дни молодежи среди спортсменов в возрасте 16 лет и моложе. Гомельчане на этом старте также рассчитывают на призовые места. На песчаных площадках стадиона «Луч» в Гомеле прошли кубок и завершающий пятый тур чемпионата Гомеля по пляжному волейболу. У мужчин чемпионами города стали Юрий Легоцкий и Николай Гончаров. Этот же тандем поднял над головой и кубок Гомеля. Второе место и на чемпионате и на кубке у пары Андрей Сирош Сергей Чайковский. Дмитрий Менделев и Вадим Остапук завоевали бронзу чемпионата. Артем Масько и Антон Сушинский стали третьими на кубке. У девушек без неожиданности на решающем этапе свой класс подтвердили лидеры. Наталья Остапук и Елена Глотенок выиграли и чемпионат и кубок. Наталья Бондар и Светлана Татур примерили серебро чемпионата и бронзу кубка. Бронза чемпионата у тандема Кристина Кашанская и Екатерина Цинцадзе. Серебро кубка у Алины Казаковой и Насти Пилипейко. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин